И все, привет, ребят, с вами Старбанька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. В последнее время у нас стало довольно мало видеороликов, в которых я что-либо рассказываю, чаще всего это какие-то игровые видосы, видосы с бездонатами и прочее, да. И довольно мало обсуждаем какие-то интересные темы, раньше таких видосов было значительно больше, сейчас вот только недавно я записал один видос про итоги Черной Пятницы, а до этого я даже так и не вспомню, когда у нас был видос, где я что-либо рассказывал, постоянно какие-то сочетания, но не в этом суть. Сегодня у нас есть определенная тема, которую я бы хотел уже давно вам рассказать, высказать свою точку зрения по этому поводу. И сегодня тема коснется матчмейкинговых карт и информации о том, что у нас из матчмейкинга убрали такую карту, как колхоз. Вы знаете, что ее в один определенный момент добавили, позже, просто с выходом какого-то еще одного дополнительного обновления, эту карту просто убрали из матчмейкинга. Я не знаю, зачем это было делать, сегодня я бы хотел обсудить этот момент и обсудить в принципе вообще матчмейкинговые карты и то, какие карты я бы лично хотел бы видеть в будущем в матчмейкинге. Потому что играю в нем ежедневно и заданки выполняю, видосы записываю и на стримах катаю. То есть, постоянный матчмейкинг, сейчас я уже в прошках практически никогда не захожу и не катаю. И потиху начинают надоедать одни и те же карты, при том, что в группах, например, 4 на 4 кидают практически одни и те же. То есть, там, наверное, 3-5 карт и они по кругу просто попадаются. Поэтому тема такая, которую я никак не мог собраться. То есть, у меня были постоянно мысли, да, я хотел обсудить, но никак не мог собраться. Давайте создадим для начала карту. Для начала создадим колхоз, да, и попробуем понять, почему же все же убрали эту карту из матчмейкинга. Потому что, если я не ошибаюсь, никакой абсолютной информации у нас не было о том, почему карту берут и просто убирают с матчмейкинга. Карту, как я уже сказал, добавили относительно недавно. Она очень хорошо подходила для себя в матчмейкинге. Мне безумно нравилась эта карта. И когда я на нее запикивался, постоянно получалось набивать большое количество очков опыта. У нас эта карта была в CTF, TDM и CP, в осаде и в режиме регби. Если честно, я не помню, чтобы была эта карта. Если я вдруг ошибаюсь, и в этих режимах она была, да, и в штурме тоже ее не было. Если я вдруг ошибаюсь, то меня поправьте в комментариях к этому видосу. Ну и, что касаемо карты, я до ее выхода безумно хотел, чтобы вот подобные карты у нас в матчмейкинге появлялись. У нас она появилась, и ее убрали. Ее просто взяли и убрали. Вопрос, почему ее убрали? Я ответа не нашел. Ну, просто не нашел, да. То есть, как по мне, это очень крутая карта. Ну, прям очень крутая. Здесь есть безумно большое количество разных вариативных и заходов на базу, да, и комбинаций, которые можно грамотно реализовать. На страйкере здесь я вообще вытворял безумные вещи, да. Например, за вот эту базу, там справа есть такая зона очень удобная, с которой можно на дистанционке простреливать, ну, практически весь рез, да. То есть, там вот ближе к краю подъезжаешь к вот этой там железной дорожке, если знаете, да, и просто летишь, что бешеный, да, и уносишь все подряд. Но у нас просто берут и убирают такую карту, да. При этом, что мы имеем в матчмейкинге? Мы имеем большие карты Дюссельдорф, мы имеем Брест, мы имеем Магистраль, да, что у нас там еще? Ну, то есть, здоровенные карты, здоровенные просто, и здесь у нас есть средняя, хорошая, сбалансированная, как по мне, адекватная и очень крутая карта, да. И здесь, помните, на Титана Теслах мы катали, на чем мы только не катали на этой карте. Ну, безумно крутая карта, вот чисто колхоз для фермеров, фармеров, супер просто, бомбический, просто бомбический. И ее взяли и убрали. Одни здоровенные карты, да, то есть, ну, практически никакого интереса и неразнообразия, да, эти Дюссельдорфы, Бресты, Берлины, да, ну, это что вообще, что это такое? Я бы, наоборот, хотел бы видеть намного больше вот таких вот карт по типу, как колхоз. А ее берут и просто убирают, ну, просто убирают, просто вот, хоп, и все, и убрали. А по причине какой? А для чего? А зачем? Что в ней не так? Что? Что? Здесь есть какие-то баги, да, как на бойне, например, да, когда ты просто летишь вперед, вот так вот, хоп, летишь, и на текстуре просто там подрываешься, в минус улетаешь, там, или еще что-то в этом духе, да, и все, и все, ты ничего не можешь сделать. Ты просто там улетел. А колхоз берут и убирают. Максимально странное решение, которое я, честно, не понял вообще никак, и по итогу количество карт еще и уменьшилось, да, то есть там, условно, у нас убрали архипелаг, хорошо, окей, этот архипелаг, это вообще одна из самых, наверное, помойных карт в матчмейкинге, которая только была, я ее уже в последнее время вообще даже перепикивал, но убирать колхоз, я вообще не понял этого мула, просто никак не понял. А по поводу новых карт, вроде как, в одном из видеоблогах у нас говорили, что планируются новые карты добавлять в матчмейкинг, но пока я, честно говоря, для себя ничего не увидел. Я бы тоже хотел бы этот момент обсудить и вообще, так, ну, чисто посмотреть, да, какие карты я бы хотел вот видеть, да, вот, например, тот же Александровск в матчмейкинге, очень крутая карта, мне очень нравится, но ее почему-то кидают крайне редко. Да, то есть, из маленьких карт, что плато, что сандал, что песок, ну, они вообще крутые, да, Бобруиск тоже тоже очень хорошая карта. Борду тоже редко кидают, но она тоже очень хороша. Что мы могли бы видеть в будущем, в будущем, в матчмейкинговых боях, да, кроме вот этих вот Брестов здоровенных, да, и Берлинов, и Дюссельдорфов? Мы могли бы, например, видеть тот же Гардер, тот же Гардер, почему нет? Губаха это вообще, вот, насчет Губахи, это карта, которую я уже безумно долгое время хочу видеть в матчмейкинге. Ну, просто идеально подходящая карта под Асаду, под ЦП, ЦТФ, да даже Штурм можно найти место, где, ну, ладно, окей, можно Штурм не добавлять. Регби тоже можно, да, то есть сделать, то есть все режимы, кроме Штурма, и то Штурм можно сделать точку по центру, вот здесь вот, вот здесь вот, ставишь точку, надеюсь, мой курсор видно, и делаешь респы такие, да, для дефа, и, например, тут флаг, тут флаг, да, с двух бас флаги, либо, например, тут флаг, тут флаг, и все, и все. У тебя готовая, идеальная, крутая, очень крутая карта для матчмейкинга, но ее у нас нет, нет, нет. Гардер, хорошая карта, да, то есть я бы тоже хотел бы ее видеть. Про палубу 9 и про зону, да, то есть это тоже две карты, которые можно чуть-чуть расширить, и они будут примерно такие же, как Сандал и как Песок, да, то есть там примерно по... По, ну вот если по метрам смотреть на карту, да, то есть примерно размеры одинаковые, примерно одинаковые. Палуба 9 тоже очень крутая карта. Большие карты, ну, я бы, например, в большом количестве не хотел бы такой видеть. Тот же Молотов, тот же Молотов, да, у нас есть крутая карта, но почему-то ее тоже кидают редко. Монте-Карло из, вот, например, больших карт, да, того же Берлина, Берлина, Бреста, да, вот если бы у меня был бы выбор еще Берлин, Брест, Дюссельдорф, Монте-Карло, то я бы играл бы на Монте-Карло. Монте-Карло очень крутая тоже карта, там в CTF очки очень прикольные мувменты работают. В ЦП, две зоны. Когда-то эта карта игралась в ТОВ Лорд оф Зе Пойнтс, кто помнит такой турнир, и там было крайне большое количество интересных моментов. Но этой карты у нас тоже нет. Есть еще карта, которая называется Асада, тоже очень крутая карта, на которой раньше тоже проводились турниры. Ее тоже в матчмейкинге у нас нету. Я, ну, я вообще не знаю, ну, как это так работает? Как у нас в игре есть столько крутых карт, их в матчмейкинге нет. Перевал, перевал, в чем проблема вести перевал? Тоже крутая карта, тоже крутая карта. Чем она хуже, например, того же Песка или Перекрестка, там, или еще чего-либо, да, то есть тоже 6 на 6 идеально подходящая карта. Да, то есть, ну, в чем проблема? Я не вижу проблем, например, да. И таких карт у нас нету, да. Не знаю, странно, странно. Станция тоже хорошо подходит. Для 6 на 6 хорошая карта. Тоже можно на ней катать. Фабрика, фабрика, ну, забытая карта, но она в целом, наверное, тоже неплохая у нас. Холм, ладно, холм, окей, маленькая. Ну, то есть, карт много, карт реально много. Да, то есть, Эспланада, окей, она не такая прям жесткая, да. Она будет что-то похожее с большими картами по типу, там, Бреста, Берлина. Ну, и, например, та же самая новая Чернушка. Чернушка, да, то есть, она добавилась во всех режимах в матчмейкинге, в пробитвах. В матчмейкинге я ее не встречал. То есть, может быть, ее добавили, конечно, но я ее не встречал. То есть, мне хотелось бы, очень сильно хотелось бы, чтобы разработчики в ближайшее время задумались о том, что надо увеличивать маппул. Надо увеличивать маппул, потому что, ну, у меня лично уже моментами, ну, не то, что даже сгорает, ну, можно сказать сгорает, окей, можно сказать сгорает. С того, что я просто начинаю запикиваться в одни и те же самые карты, и эти карты, ну, прям, ну, такие, ну, вообще. Ну, то есть, постоянно пикаясь на шоссе, и вот эти все карты, которые я перечитал, Зуседорф, и Берлин, и Бристы, ну, я не получаю такого кайфа никакого. Ну, нету его. Нет. Нет. Хотелось бы видеть новый карт. При том, что карты есть в игре, карты есть. И в чем проблема их добавить, я не знаю. Я серьезно не знаю. Зато у нас колхоз берут и просто убирают. Просто, хоп, и нет. Пишите, что вы думаете, друзья, по этому поводу. Пишите, какие вы бы хотели лично видеть карты в матчмейкинге. Потому что я думаю, что такой вопрос должен ставить у разработчиков, и они должны задумываться об этом в моменте. Пишите, согласны ли вы с моим мнением. Если не согласны, то обоснуйте, почему не согласны. Может быть, у вас есть какие-то аргументы, которые я не знаю. Напишите, будет интересно почитать. Поддерживайте видос лайком. Если все так же согласны, подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.